До левого нападающего Александра Калинина играет Костичкин, номер 11, Николай Костичкин играет. Абсолютно равная. Я допомню, Игорь, я допомню, потому что корейцам удалось выровнять всю статичку по броскам. Сейчас бросок, Караваев спасает, по сути, ворота, и Кашамала в нашей вратарской нам достается. Нашу ведущую пятерку зажали в зоне, и корейцы активно атакуют. Статическую корейцам выручила два наших удаления. Удалялся Костичкин Алексеев и шесть бросков в течение буквально полутора минут. Корейские хоккеисты, усиленные канадской пятеркой, выровнили положение 10-10 по броскам. Территориальное преимущество у нашей команды, игровое, абсолютно равное. Сейчас был очень опасный момент у корейской команды, и Караваев спас наши ворота от броска четырех метров. И корейцы, корейцы-канадская пятерка очень активно играет в зоне нашего вратаря. Девятый номер с шайбой. Там видно такую, наши двойные наказки на пятачке. Бросал, и двадцатый номер даже бросал Шканов. Очень опасный бросок, дал там на месте. Благодарю, что Мэтт Далтон практически непробиваемый голкипер, один из лучших вратарь азиатской лиги. Человек, поигравший в нашей континентальной хоккейной лиге за дефтехимик. И у Ахалы лучший показатель в графе пропущенные шайбы всего 86. Для примера, Сахалин, ставший вторым и отставшийся на одну очко от Ахалы. 111 пропущенных шайб. По забитым шайбам и у нашей, и у корейской команды абсолютно лучший рекорд лиги. 206 шайб забили и корейцы в регулярном первенстве, и сахалинцы. Корейцы хотят, как будет. Да, мы сегодня... Нас транслируют на сайте Сахком и смотрят очень много азиатских стран. Я думаю, и Россия тоже не остается. Второе звено у корейцев. И первое у нас. Уже команды не придерживаются такого оборонительного звена по секунду против ведущей. И уже лучшие звенья сцепились в центре поля. Корейцы опять заходят. Очень высокий темп у корейской команды. Начало им лучше удается. Они больше находятся в нашей зоне и кружат в нашей зоне за воротами. 87-й чё-чё-чё-чё бросал. Шайба не такой-то вратаря. Попала, по-моему, в спину своего нападающего. Ну, пускай так и прилетает им. Первое звено. Перников перехватил шайбу. С обратного крюка бросал. Дал там как скала пока, да. Ну, Руслан такой, знаете, русский летчик-перехвачник. Какий из перехватчик. Уже второй раз перехватывает шайбу. Убегает на роддеву. Чуть-чуть бы раскатиться. И уже просто вот было бы очень опасно. Так, молодец. Борь до конца. И высоко встречает наших соперников. Пока первая звена у нас без всяких слов лучшая. Очень активно играет наши Пархудинов, Степанов, Костичкин и Берников. Опять перехват шайбы. Еремин, Еремин на пятачок. Нет, очень цепко. Три игрока сразу находилась перед пятачком у корейской команды. Канадская школа. И так они, что свой, что чужой, никогда не отдают. Там только бревно можно вышибить. У нас такие два бревна, если можно так сказать, силовые. Образно, да. Тараны такие. Это Костичкин и Еремин. Даже три верника могут побороться. Ну и огромные защитники, конечно, у корейской команды. Это канадцы Риган и Алекс Ланд. Отличное движение у корейского игрока. 36-й номер. Бум Санг сам вышел, сам садал себе в момент. Маленько промокнулся. Бывает такое. И опять крут по обнести левого, крайнего. Корейская команда. Наши не отпускают игроков. Ну и пятак. Вот он, вот он канадский пятак. Вот видите, что творят. Куча мала. Три корейца, пять наши. Единис накрывает шайбу, подкатываются судьи. И вот пошли тычки уже. Сейчас кому-то может прилететь. Я советую нашей команде не ввязываться в этот мордобой. У корейцев канадская школа. Провоцирует. Потом нам хватает, да. Первого периода, да. Ну повеселее, да, Игорь? Игорь пошел в хоккей. Повеселее, повеселее. Но, к сожалению, пока три момента острых уворот корейцев. Ой, создали корейцы. И один уворот, который сам себе создал Руслан Бердиков. Социальный марафон. И наш ведущий, блестящий Илья Обломов. Подшеф нами нашего первого профессионального клуба. Дай бог, чтобы ребята... Кстати, прекрасная команда у Троицкого детского дома хоккейная. Авангард и, по-моему, это сейчас называется Львы в Троицком. Авангард от тренера обеих команд. Это Егор Борисович Нургалиев, мой товарищ, детский тренер, который, по сути, и возродил хоккей в Троицком при содействии Анистской администрации нашей федерации и Минспорта. Дай бог, чтобы система поддержки дворовых тренеров выстраивалась, порты бы содержались. Такая система выстраивается. Радует неплохо Южно-Сахалинске при создании муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город». И наши тренеры могут спокойно, целыми днями, работать на своем корте, на своем микрорайоне и создавать, и поддерживать, развивать детские дворовые команды, и заниматься любительским спортом по месту жительства. Здесь огромная заслуга Олега Николаевича Кажеменко, который поддержал проект «Спортивный город». Опаснейший момент опять с пятачка. Что-то наш уже третий раз выпускают корейцев на пятачке. Абсолютно. Я же говорю про тараны. Если на пятачке корейцев мы неплохо работаем, у себя уже дважды корейцы создавали опасные моменты. Только канадская школа, и так они просто выгрызают и выжигают. Уже на своем точке жжем. Еще раз говорю, канадская четверка игроков – это защитники Эрик Риган, Алекс План и два нападающих. Это Майк Тест, лучший бомбардир в лиге, и брок Ратунский, и супер-вратарь Мэтт Далтон. Еще раз напомню вам, ребята, ну, друзья, что Эрик Риган и Майк Бессел получили корейские паспорта и сыграют за сборную Олимпийскую Корею на Олимпийских играх. Вот такой подход у наших корейских друзей, у нашей корейской команды. На 90% сегодня мы видим Олимпийский состав сборной Кореи, усиленный канадскими профессионалами. Да, я сейчас повторюсь по первому периоду, когда говорят, что азиатские команды слабые. Напомню, что при отборе на Олимпийские игры, отборочных турниров в Корее, сборная Японии дважды переиграла сборной Украины. Вот такой подарок от японской команды. Еще раз говорю, о силе азиатского хоккея и подходу к системной работе по созданию профессиональных команд в азиатском и азиатском регионе. Начинается заводиться корейцы, им нужна только победа, да, только победа игры нужна сегодня в этой игре. И футбольный счет пока 0-0 по броскам. По-моему, корейцы уже впереди, 15-12 или 16-12. Нам потом подскажет нас статист в тюбе протокола Павел Рыжиков, арбитр Санкт-Петербургской Федерации Хоккея. Давайте посмотрим и подскажем уже после второго перерыва. Корейцы атакуют пара нападающих. Вот такой опасный отбок от нашего вратаря и добивал шайбу 47-й номер Сангут Шин. Второй звеном корейской команды. Отлично сыграл Денис Караваев. Сначала не удержал шайбу, но ловушка, я так скажу, отскочила из концепта площадки. И уже только шустрый корейский маленький хоккеист. Выходят в среднюю зону. И когда мы выходим, корейцы догоняют шайбу, которая уже ускакала в их зону, и начинается разгонять свою атаку. Еще раз говорю, очень хорошая техника катания у Кайфеби. Кайфеби разгоняется. Я думаю, и наш играет по моменту и выжидают свой момент на контратаку. Потому что сейчас идет уже ближе к середине матча, и корейцы начинают накатывать. Еще раз говорю, это чемпионы регулярного чемпионата. Они на третий год выигрывают регулярную. В прошлом году, к сожалению, проиграли они приплейт с следующим чемпионом, нашим опитчиком. Но, тем не менее, ни команде нечего терять. Они проигрывают серии 1-2. Напомню, что в первых трех матчах умер серии в Сеуле наша команда сначала уступила 1-6, потом в овертайме вырвала победу во второй игре, и в третьем просто разделывала корейскую команду 4-0. Какая боль? 4-0. Анианхала, какая боль? До трех побед. Хотя вы знаете, может быть, мы рекомендователи соберутся высшие советы азиасто-коккейной лиги, а я являюсь членом высшего совета. Буду предлагать 4 до 4 побед, потому что масса зрителей забирается. И не хватает нашим болельщикам места. Сегодня 1300 мест. 300 мест отдали еще. Люди стоят в проходах, в нашей группе поддержки. Там плагами мажет Ира Шумков командует болельщиками. Союз болельщиков Сахалина. Молодцы ребята. И не молчат наши болельщики. И очень много детей, подростков, молодежи, девчонок, что очень радует. Дай Бог, чтобы хоккей так развивался. И когда-то мы выходили в кубах КХЛ лет через 10-12-15. Ну, даже не загадываю. И чтобы там были наши игроки. Наши мальчишки, наши пончики, наши Кармачевы, наши Денисы Кимы и так далее, и так далее, и так далее. Я бы сказал эти фамилии, когда приехал «Золотой шайбой» с российского финала, и у дворовой команды «Немецкие медведи» одержал две победы при четырех поражениях. А два обидных модели, две победы, просто проиграл на последних секундах. Лучшим командам страны, детским школам, заняли 42-е место из 56 команд. Это был сумасшедший детский праздник в Сочи на Олимпийских объектах. А в апреле выезжают наши сахалинские акулы. Это уже третий возраст, 12-13 лет. У нас мы продвигаем активно и Сахалинская федерация хоккея. Их турниров очень много. Мы продвигаем формат детской азиатской хоккейной лиги, регулярная система матчей стыковых. Пока идут пока товарищеские турниры и товарищеские выезды, и турниры. второе звено атакует наши зацепилисты. Пока наши обороняются. Я вижу Пичуру. Пичура, Каледаев, Метлю, Кушаков, Громов. 32 на нашей команде. Кирилл Громов. И мы слышим наших болельщиков. Заводится, потому что важна поддержка нашей команде. Корейцы 4 минуты доминируют на поле. Преимущество. Доброскоп оплаты времени заходит. Но две свалки, куча молодых таких плотных. Стенка на стенку была не просто у ворот. А в вратарской зоне Дениса Караваева. И это очень опасно, потому что канадцы огромного роста. Два нападающих. Еще раз повторюсь. Это тест. И План. И Реган. Ребята умеют забивать метака и продавливать любую защиту. Корейцы в аддаке с места правого крайнего. Преимущество. И как пресинкует кореец. Да, корейцы пошли ва-банк. И с каким темпом они понимают, что при такой игре им не забить. И начинают встречать наших уже не только не просто в нашей широтой площадке, а в зоне вратаря. Дай Бог, чтобы наши не пропустили. А в третьем, я думаю, корейцы уже на 45-50 минуте не должны ссил на такие быстрые контратаки. Пошли корейцы ва-банк. Вот и встречают. Смотрите, за воротами нашей команды роняют нашего защитника. Так, Калидаеву досталось у порта. Спокойно укатывается на замену. Костичкин. И опять первое звено у нас Маркунинов-Степанов-Костичкин и Юремин-Берминков. Да, вот такую заготовку приготовил нам Алексей Васильевич Тукачук. Вместо Калинина в первой пятерке играет Николай Костичкин. И неплохо. Не знаю, что случилось с Калининым, потом узнаем и посмотрим к какому звене он выйдет. 67-й номер. Сейчас специально посмотрим, как их. Мы также видим по чистой трибуны, уважаемые друзья. С мониторов очень плохо видны номера. И мы видим прямо по чистой трибуны. Наши ребята атаковали. Передача на Берникова. Далтон на месте. Может быть, Руслан немного поторопился. Можно было спокойно пройти еще 3-4 метра до броска. Но решил, может, может быть, да, рассчитывал, что должен успеть переместиться. Здесь тоже по урезу он. Получил придачу от партнера. Они уже не глядя играют. Они будут сдерживающиеся, наши атакующие пятерки и дают своим основным пятеркам и зрениям. Может, они выходили? Тут еще раз говорю. Очень быстро и замены через каждые, по-моему, 35-40 секунд. Команды нет. Это хоккеисты не должны отдыхать, должны работать, а быстрая смена состава это поддержка высокого темпа. Помните олимпиаду в Чехове, когда финал в Японии, когда наши на сменах на высоком темпе ошибались при заменах, и чехи выиграли на 2-1. Именно проиграв быстрая смена и свежая пятерка чехов все время играла против уставших хоккеистов России. И вот дожали 2-1. Опять корейцы в зоне. Вывод выхода бросок. Караваев очередная свалка. Караваев спасает. Тяжелейший был момент для нашей команды. Попадали на бросок номера 16 корейской команды. Но Караваев на месте. А еще один бросок. Как повезло. не дошла шайба с обратного крюка. Крестингуют. И Макол. Куда дорогие друзья нам просто повезло. Майк Тествуд ну ты же лучший. Пустые ворота и штанга. За это можно ну давайте помолимся за такое везение. Просто нас просто сейчас не дожали. Пустые ворота от сколько дворта и Майк Тествуд лучше Калеодор. Повезло Николай. Это просто везение. Смотрим пара 44 номер бросает. Шайба и от скоб на Тествуда не успевает Караваев попадает в штангу. Вот вот такой 200 300 процентный момент у наших ворот и надо что-то делать с нашей атакой. Зажимают наших игроков очень высоко зажимают. Я говорю это высоко когда это у наших ворот и не просто у седей линии а уже у красной линии вратарской линии. Караваев Степанов пытается выбросить шайбу Голышев Шишканов атакует корейского защитника по-моему это канадец опять канад корейцы идут после оговаривать пять канадцев играют за опаснейший бросок корейской команды над перекладиной попади в створ был бы гол опять нам повезло присел Караваев немножечко и над плечом и слава богу над перекладиной опять корейцы в нашей зоне и прессингуют уже за воротами перников вместо правого крайнего нет не перников 72 номер 72 номер Ушаков Игорь получил шайбу от сильной линии выскакивал на рандеву с ротарем но там уже на нем висел защитник и дал он закрыл весь ближний угол как тамба такая перекрыл воду всей нашей команде тяжело 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 Сергей Печор на сбрасывании мы в зоне корейцев корейцы что-то договариваются между защитниками проигрывает сбрасывание наши возвращаются за шайбой Чура боролся 72 номер Ушаков Игорь пресимкует наш играет уже встречает ближе к синей линии четверка корейцев накатывается ходят в зону и Чура обратно такой небольшой пинг-понг в нашей зоне кто туда повдоль борта кто же или останутся корейцы нет наши выбрасывают шайбу Руслан Берников первое звено у нас вышло корейцы меняются полторы минуты провел второе звено корейской команды вот силенки у них еще есть и проброс фиксирует наши орбиты напоминаю что пара арбитров главные орбиты это американцы и боковые судья российский судья и южнокорейский вообще в детской коккейной лиге главные арбитры есть команда с Южной Кореи из России то один орбитр с Кореи другой с российской стороны здесь играем в России два боковых наши здесь в Корее два боковых корейцев вот такие правила наши выбрасывают шайбу метрюк пытался зацепиться уже как лопатой цепануть шайбу и убежать но не получилось проброс и корейцы едут набрасывание в левый набрасывание в наши тяжелые второй период не в нашу пользу практически полное игровое преимущество корейцев четыре момента один из которых был просто сумасшедший не знаю сколько процентов но нам повезло что тест простил нашу команду мы таки забили помните когда 2-1 в Корее именно в овертайме наши ребята выиграли вбрасывание и буквально первым же с фасом там считанные то ли были после вбрасывания бросок из центра из круга вбрасывания и дал там даже не успел присесть малышечки на лед и мы это важнейшим выиграли 2-1 в овертайме а потом расстроенные корейцы просто были раздавлены в третьем матче 4-0 и после были убиты но сейчас они поймали свою игру им нет ничего не остается делать и давят 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 косички убегает нет светят что фиксируют вне игры или нарушение по-моему вне игры было залез положение вне игры врата вне третьей зоне игровое преимущество у корейцев однозначно у южно-корейской команды усиленная канадскими профессионалами ну что же делать чем-то и приманивать южной кореи тем более два канадских игрока получили корейское гражданство это эрик риган и майк тест майка тест вы видели уже в деле нет это это подход к развитию хоккея еще раз очень сильная очень сильная команда я буду с нашей командой вайсбакс когда мы делали победы тяжелых а третий матч мы проиграли 87 по пулитам можете представить выигрывали и 3-1 и 5-3 и как корейцев зацепились какие-то города да это одна составляющая второе конечно ну и сам подход профессиональный подход азиатских команд приглашение лучших идеистов и очень много играя словаков шведов чехов а японские ведущие команды корейские это канадцы канадская школа абсолютно мы видим какая борьба на пятаке жестко цепляется за каждую шайбу бывают кубоваты но дай бог сегодня выстоять Россия тоже не лыком шита и дай бог чтобы наша команда сегодня подняла кубок боюсь гладить поэтому помолчим маленечко опять корейцы в нашей зоне наверное уже утомили нашу защиту и Горкароваев начинает что выговаривать нашим защитникам близко прижимаемся к воротам и вот только получается выбросить шайбу у нас второе звено храпака сейчас храпак и гулочек головит вкатывались в корейский сбор в вторую зону и опять корейцы в нашей зоне очень быстро переходит центр поля да битва вторых звеньев у корейца второе звено и у нас вторая пятерка к сожалению нас опять у нас опять о эмблемы Сахалинской Федерации какие бы заметить видите как должны отбиться поэтому как ну этот канадский стиль борьба в углах навязывают не проигрывают шайбу в видоборствах по бордах наши депрессингуют пока да отскочить очень очень сложный период очень сложный период уважаемые друзья мы повторяем тут небольшие сборы по зубу и по зубу нам подсказывают наши болельщики по спряти небольшие сборы маленькая пауза вот просим простить потому что мы буквально с корабля на бал я приехал из Сочи Игорь вырвался из спортивной редакции у нас небольшое инкрементирование хоккейных матчей ведем обратиться с трибуны потому что по монитору ничего не видно но тем не менее ведем и стоя чтобы еще что-то видеть очень много болельщиков многие встают но это отлично потому что очень много молодежи очень много семей что мне нравится в нашем хоккее и неплохой хоккей если первый период был игровой преимуществ у нашего то сегодня волна за волной в втором периоде сейчас атакует корейская команда им ничего Игорь им ничего не остается им нужна победа и цена любой шайбы первой шайбы будет просто колоссальной наконец-то наша цепляется за шайбу 88 номер бросал Сергей Печура после передачи Данила Митлюка наше третье звено вышло сейчас выходит первая зона Иван Руслана Перникова вижу Степанов Данила Митлюк по-моему мы здесь уже смешанные пошли звенья да смешанное звено посмотрим да третье первое звено играет название в нашей соне напомню уважаемые друзья серия продолжается до трех побед одной из команды пока мы ведем 2-1 первые три игры состоялись в Сеуле первые игры проиграли 1-6 во второй игре борьба шла просто от ножа и мы выцарапали победу в овертайме 2-1 и просто разгромили корейцев на их площадке 4-0 в третьей игре сегодня четвертая финальная игра суперфинала впервые Россия принимает финал азиатской хоккейной лиги впервые российская команда на Дальнем Востоке в России впервые сахалинская российская команда в финале азиатской хоккейной лиги это лучшие команды азиатско-техниканского региона играют напомню 4 японских команды 3 корейских и одна китайская отличный момент уже у нашей команды дал там уже в шпагате из ближнего угла вытаскивает шайбу по-моему Пичур атаковал 11 номер и сегодня такая маленькая потасовка с корейским защитником да не-не Костичкин бился на пятаке наш начинает встречать высоко видно получили небольшие водные от Алексея Владимира Васильевича нашего тренера теперь уже Караваев на месте как говорится спасает ворот по броскам корейцы если я вот так подсчитывал где-то бросков уже 19-15 в их пользах вор ворота они просто добрались у нас были все шансы выиграть регулярный чемпионат но 13 у Халы 114 очков у нас 113 нас подвело победа Папулитам с Китаем к Китаем явный аутсайдер но против России как нам говорили тренеры команд азиатско-хоккейной лиги настраиваются все играет от ножа у нас большая побед в чистое чистое время 34 у Уан Ян Халы 33 но у Уан Ян Халы 6 побед овертайме и Папулитам у нас всего 4 команды забили по 206 шайб Анян Халы пропустила 86 шайб имея такого блестящего вратаря Далдона наше 111 наши ворота защищали Караваев и Черепанов оба Дениса пока Денис Караваев в этой игре смутся блестящим и 19 раз спасал наши ворота от 1 шайба после броска Тестфуда в штангу там были уже пустые ворота нам просто ворота ворота ну как если ты видишь сильнейших дай бог что ну так дальше удивляюсь что у корейцев ни одного удаления команда очень боевая удаляется чистенько борются да игорь я думаю канадцы их научат и уже есть вы помните битвы с рейплейтс какая битва была с баксом канадцы их научат очередная свалка во воронтарской чем пугает уже настораживает уже четвертая свалка очень мало во воронтарской Дениса Караваева и мы проигрываем и так к сожалению пока корейцев задают моменты опасные моменты на 57 минут до конца второго периода 0-0 и секунд и по моментам дорогие друзья мы пока уступаем в этом периоде 1-5 причем моменты были очень такие хорошие грецкие команды два убойных а один просто мега супер убойный да не будет нажимать нажимать ох попадает шайба в маску нашему вратаря прямой расстрел был вместо правого крайнего причем Берников неплохой ответ но дал такие забить крайне трудно тем более все видео но бросок 36 номера корейской команды был очень опасный У Санг Пак 39 капитан команды спокойно выкатывался с острого угла зная что не забьет бросал в маску нашему вратарю ну это да дорогого стоят что Денис не дрогнул и вот у нас удаление по-моему 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 не удаляются не удаляются не удаляются не удаляются а нет извините я повторю он выезжал по телевизору показали калитку без кто там сидит я подумал что удаляются нет наши наши просто меняются слава богу это я удивился наши атаковали нам еще и удаление дали 44 номер Алекс Плант корейский канадец да и пятерка корейская выходит базовая гляньте какой огромный Плант на коньках он по-моему 2.05 может поиграть и за баскетбольную команду мы не уступаем в росте у нас и Бердиков и Ремин посмотрим есть высокие ребята я думаю можно сделать товарищеский матч Сахалин поискал хоккейный клуб Сахалин и баскетбольный клуб Сахалин будет интересно 4 секунды опять в нашей зоне игра дорогие друзья закончился второй период 0-0 но игровое преимущество южно-корейской команды наши отбиваются и блестяще играют вратари Денис Караваев несколько раз спасал наши ворота план пока не пробиваем спасибо что вы с нами не уходите но игровое преимущество на форенке обслуживаю вот что вы вот что вы нам это не уходите Продолжение следует... 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 У нас осталось три подарка. Вот у нас три подарка осталось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Суперкомментатор, спортивный журналист Игорь Антипов, Сахалинский озеро 2 после Аветиса Агриевича, Аштуся Агриева, от волнения, наверное. Суперкомментатор, спортивный журналист Игорь Антипов, Сахалинский озеро 3 после Аветиса Агриева, от волнения, наверное. Лидера команды Майка Тесвуда, новоиспеченного канадского южнокорейца, он не попал просто в пустые ворота. И еще один был бросок над плечом нашего вратаря. Слава Богу, шайба прошла и над плечом, и над перекладиной наших ворот. Корейцы доминируют, встречают наших очень высоко, по сути, не просто у синили линии, а у красного вратаря, и не дают нашей передышки. Два звена корейцев не уходят с площадки, заменяют их друг друга. Это два звена, где играют лидеры в Гонкун-Бабаре, канадских игроков, где их назовут. Это Эрик Риган и Майк Тесвуд в первом звене, Алекс Плант и Брок Ратунский во втором, и корейцы практически их не меняют. Они все так волна за волной, и нашим очень тяжело. Я помню, что еще в серии по-1, корейцы, нужна только победа. Они уступили в первой серии 1-2 из трех матчей, выиграв первую игру 6-1. Они уступили нам в овертайме во второй игре и были разгромлены в третьем. И в этой игре им надо только выигрывать, потому что кубок уже АХЛ здесь. Все руководство охраняет прекрасные ребята с Кадетской школы. Огромное спасибо за содействие нашей Кадетской школе, нашему департаменту образования, Местерству образования. Ну, нам чуть-чуть. И ребята очень красивые в военной форме. Этот кубок охраняет впервые. Кубок АДЕСКО-ХОКЕЙНОЙ ЛИКИ в России, Южно-Сахалинске, Сахалинской области. Главное его, Игорь, выиграть. Пока нам тяжело. Пока очень тяжело в корейцах. Мы больше мотивированы. И опять, и опять. Мы в меньшинстве. Я в меньшинстве зрителя удаления. Находим, что в первом периоде удалялся Кастичкин Алексеев. Сейчас мы узнаем, кого удалили на этот раз, не за что. Мы также ведем почти репортаж почти с трибун. 1300 трибун. Зрители на трибуне. Семьями, много молодежи, детей, женщин, девчонок очень радуют. И поддерживают нашу команду. Вы сейчас слышите, шумовой микрофон позволяет. Команды, зрители поддерживают нашу команду. И кричат Сахалинск, Сахалинск, корейцев продолжают атаковать. Дай бог, Степанов выбросил. Нет, не получается выбросить, но не может быть. И от... По-моему, Фахудинов селился в подкате по футбольному. Говорит, Караваев вытаскивает шайбу из лишнего угла. Корейцы атакуют. Убегает в отрыв Кастичкин. Коля Кастичкин бросок. Далтон цепляет шайбу. Тебя нашла мимо. И корейцы опять разгоняют шайбу по месту правого края. Перевод в центр. Вестфуд не сумел за нее зацепиться. Смену у корейской команды выходит. Выходит. У них как третье звено. Где капитан команд. Вусан Парк. Там два парка, да. И Джун Юан. Вот он, 36-й номер парк. Атаковал наши ворота. Его неплохо встречал Степанов. И не позволил гость. У нас квартет из первой пятерки. Степанов там на страже ворот. Пытается сыграть на нашего девятого номера. Это уже Головин из второго звена. Какой оборонительный у нас ретут выстраивается. Смешанные из первого-второго звена. И наши выбрасывают шайбу из зоны. Слава Богу. Нет, 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 нет. Играет от ножа. Здесь только мы... Игорь, нет. Еще раз говорю. Они более мотивированы. Наши, даже имея, скажем так, преимущество в двух играх, играют с оглядкой на воротах. Потому что нужна победа в корейской команде. Наши сейчас выбрали тактику, скорее всего, на контратаках. И получили установку от Алексея Ткачука, нашего главного тренера, аккуратнее в обороне. И искать свою игру на контратаках. Там можно прибежать Берников, Еремин, Костичкин и так далее наши нападающие. Но очень сильно прижимают наших ребят к своим воротам. Слава Богу, уже в четвертый раз выбрасываем. Уважаемые зоны. И наша команда играет в полном составе. До конца игры 16-0-0. Третий период удачи, друзья. Лучше, конечно, в игре лучше не удаляться. Пока три удаления у нас. У корейцев, что странно, которые имеют пять канадцев в своем составе, четыре поливка игрока, они не удаляются. И мы пока побеждаем. Наши ребята почти выиграли регулярку. Это не то обидное потерять шкаф с китайской командой. В Пекине, случайно, драга, когда мы выиграли только популитов. Мы бы выиграли регулярку. Это тоже было бы историческое событие. 21-й номер бросал из ютубной позиции наш игрок. Далтон на месте. 21-й, Данил Митлюк. И уже Караваев. Быстрая игра. Бросок наш, бросок корейцев, вратарей в игре. И очень надежные ребята на воротах на последнем рубеже. Аданил Митлюк. И у первой, у единственной команды России в азиатской хоккейной лиге. И это команда Сахалин и Южно-Сахалинск. Мы видим репортаж из Ледового дворца Кристалл. 1300 зрителей. 300 дополнительных. Люди стоят в проходах, на балконах, вдоль борта. Настолько огромное желание наших сахалинцев, курильчан поддерживать нашу команду. Отличная комбинация. Руслан не забивает. Ну, там не было разгона. С метра бросал, уже прыгает в угол. И тут же ответ корейцев. Десятка выходит. И вот нормально прижимают наши защитники. И откатываются корейцы назад. Мы делаем замену наших звеньев. У нас выходит второе звено. Храпак Алексеев, Шишканов, Голошев, Головин. Наши маленько разогнали. Нельзя подавать корейцам. Все время чувствуют, что они над схваткой, над жертвой. Мы не жертвы, мы ведем в серии. Регата надо маленько поострее и поактивнее. Шишканов в шайбу из партнера. Головин на пятаке. Голошев на пятаке. Головин, да, нет. К сожалению, корейцы загорают. Чунг перехватывает шайбу спину корейцев. Наши тоже покатятся на замену равные пятерки. Вышла равная такая минута. Еще раз напомню, остается 14 минут до конца основного времени игры. Наши зацепились. Наши на зубах начинают вытаскивать игру на равные возможности. Ждал там на месте. И наши уже пихаются в районе британской площадки. Надо показывать зубы, тем более корейцы. Да, да, да. Потому что я поясню. Корейцы пошли ва-банк. Играют вместе. И у них были моменты. Они почти его оправдали. Ва-банк. Давили, давили, но не давили. И должны, как я говорил, на 45-й минуте силы немножко покинуть первые два звена корейской команды. И наши сейчас должны дожимать. Это уже был опыт и во второй игре, в Сибуле. И в третьей игре, когда мы выиграли 4-0. Сейчас, я думаю, тактика россиян сработает. Сахалинцев как на Куликовом поле. Мы сейчас выпустим запасной полк. И свежую третью пятерку. Лучно как-то сцепиться. Они первые отдактники. Дай бог, что забивать. Самое хорошее, что шайба у нас. Шайба у нас, да. Мечу расширяет. Уже партнеров не будет выйти. Вот такая два защитника. Отлично. Костички на забивание. Тут уже под успешенные звенья. Второе и первое звено. Руслан почти не уход с площадки. Нужно найти комбинации нападающих. Зачем расставляется. Вверху почти не уходит с площадки. Наш лучший поворот. Бросок мимо ворота. Вместо левого крайнего. Сейчас уже тренеры смотрят, кто в большем тонусе. У кого стало побольше силы и начинает формировать петел. Уже борьба на зубах. Бросок мимо ворота и оттажа. У нас играется вверху корейцев. Уже первое. Смешно со вторым. И еще не хочу. Наши атакуют. Но уже более-менее пошло. Наши стреляются в вратарь. Площадки вратаря Далтона. Это уже случится получше. Нет такого преимущества в корейской команде, как во втором периоде. Где нам просто повезло. Напомню, что в середине второго периода был неприятный отскок ворота за воротами. Наши портаря находились в правом. Площадки в левом. Левый. Левый штанг. И дал. Он ее очень плохо. В этот момент. Но не попал в пустые ворота. До нас загадала штанга. Наши стой болевой игрок. Как склой. Это наши дорогие зрители и болельщики. Отличная поддержка сахалинцев в нашей команде. Должны и должны сегодня наши задевания. Продолжение следует. Продолжение следует. Наша штанга, родная, да, да, первая зона у нас тут. Я еще раз говорю, у них канадская школа, и лет через 5-7 мы получим очень такую зубастую, цепкую, зубую по-фортивному хоккейному лигу. В нашей зоне Степанов с шайбой. Ранний Фархудин кого-то роняет, слава богу, судьи не дают удаления в нашу зону, это очень часто бывает, а с них мачек не в нашу пользу. И дай бог, Руслан, Костичкин и Еребен встречают на красной линии наших игроков, защитники чуть лучше засмещаются, но корейцы ходят в зону. Второе звено, чё ходят в зону, опять получается шайба обратно от своего партнера, передача на левого. И очень хорошо не расположились корейцы, чё, чё, не получается бросок, но какой коварный неполучившийся бросок, у какого-то клюшка сломан у нашего игрока. По-моему, у Тимы Фахрутинова бросок попадает, шайб попадает в конек своему партнеру корейцу, это слава богу, какие играют за нашу команду. Ребята, что... А, дорогие друзья, мы с играми заговорились, мы играем в меньшинстве, поэтому такое давление. Достойно играет вратарь Денис Караваев, напомню. Ерёмин Лёша, лучший распасовщик Азиатской хоккейной лиги, 49 передач в регулярном первенстве. Но очень опасный момент был, и Денис красиво отыграл и спас нашу команду. О, какой момент, и опять Караваев тащит из ворон.